В течение многих лет, по сложившейся традиции, День строителя праздновали в южной части Воскресенска. Но в этом году впервые его отметили в центре, на площади Ленина, устроив большой городской праздник. Строитель – это самая мирная специальность. И, конечно, у нас город не только химиков, но и строители, потому что они своими руками, своим трудом создали наш город, наш район. И сегодня наш город вот такой красивый и развивается, и движется вперед. Сегодня хочется сказать великое спасибо всем тем людям, которые творили историю города, творили историю строительной индустрии, которые свою судьбу связали именно с профессиональным строительством. Я хочу пожелать всем вам, уважаемые строители, чтобы то, что вы создали своим трудом, своими руками, своей головой, служило и радовало десятилетия воскресенцев. Эти люди с чистыми сердцами, с открытыми душами, с хорошими, добрыми, сильными руками построили наш город, построили нашу великую страну Россию. Мы сегодня празднуем и честуем этих людей и всех, кто причастен к этому замечательному празднику. Архитекторы, каменщики, дизайнеры, плиточники, отделочники и маляры – список работников строительной отрасли, кажется, можно продолжать до бесконечности. Они своими руками строят светлое будущее и создают историю. В торжественной обстановке районы и городские награды вручили ветеранам строительной отрасли и тем, кто сегодня работает в этой сфере. Девять человек получили юбилейные медали в 80 лет городу Воскресенску. Среди них Сергей Михайлович Орлов, который связал свою жизнь со строительной сферой более 40 лет назад. По его мнению, каждый строитель в своей жизни должен создать в эксплуатацию хотя бы один объект, который будет полезен людям. Как только пришел из армии, поступил работать в 5-й трест. Строил ГПТУ-44. Потом меня направили учиться в колледж строительный, тогда еще техникум. Ну а потом высшее образование, потом 10 лет в 5-м тресте, 15 лет на комбинате «Красный строитель» заместителем директора по капитальному строительству. Вот средняя часть города, многие-многие объекты не без моего участия тоже строились. И вот уже четвертый год в управлении архитектуры сначала, теперь заместитель, руководитель администрации по строительству. То есть это моя профессия, это мой хлеб, это моя любовь в том числе. Без представителей строительной сферы было бы невозможно представить воскресенц таким, какой он есть сейчас. Каждый профессионал делает свою работу во благо города. Например, Михаил Еремин и его коллектив поддерживают работу многих детских садов и школ города и района. А именно моя сфера работы, она приносит пользу в том, что мы специализируемся на ремонте системы отопления в школах, детских садах. Соответственно, реконструкция инженерных сетей, я считаю, это одна из самых полезных видов деятельности. День строителя давно стал особенным праздником для нашего города. Его с радостью отмечают даже представители других профессий. Прекрасный праздник, прекрасная обстановка, прекрасная погода, веселые люди все. У меня муж строитель, он там убежал, строит крыши. То есть это, можно сказать, ваш семейный праздник? Да. И как вы его отмечаете? Кругу семьи. Творческие коллективы города и района поздравили всех своими выступлениями. Музыка. 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 Хедлайнером праздничного концерта стала группа «Мираж». Музыканты исполнили самые яркие хиты. Полина Романюк, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.